Яблочки Абхазия, гранаты Иран и груша Аргентина, поэтому турецкого товара на прилавке нет. А в связи с тем, что мы патриоты нашей Родины, мы принципиально не будем брать турецкий товар, потому что нечего было сбивать наш самолет. Турецкая продукция, она немного дешевле, ее, конечно, брали лучше. За счет того, что ее сейчас не стало, абхазский мандарин подорожал, покупательная способность снизилась, торговля стала гораздо хуже. В прошлом году такой вот мандарин стоил 60 рублей, закупочная цена, в этом году этот мандарин стоит 80 рублей. Безус очень страдает, серьезно. Шел у нас турецкий гранат, прекрасный идет одержаванский гранат, его бренки достаточно, да? Если шел, допустим, турецкий лимон будет в нашем посоле, может быть, даже сильно не повлияло бы, некоторые просто этим пользуются. Вот сейчас нет турецких продуктов, да? И наши помидоры очень сильно подскочили. А сейчас вот люди уже жалуются, почему помидоры очень дорогие. Вот вы сейчас видите, у меня 180 рублей стоит помидор. Все пострадают. Это 100%. Сейчас очень тяжело людям, и многие не могут себе позволить даже одного помидора теперь купить. Конечно, я за. Пускай, как говорится, народ чуть-чуть потерпит, но за. За Россию.